У некоторых детей трудное детство. У них деревянные игрушки, их коктейль юности не наполнен энергией и радостью. В Zombie Playground детство еще хуже. Образование мальчиков и девочек это не только нудное занятие, но и постоянное выживание с битой наперевес. В Zombie Playground кооперативный гибрид шутера от третьего лица с элементами RPG механики, действие которого разворачивается на арене зомби ужасов. Вместе с друзьями вы поступаете в школу выживания и берете на себя роль ребенка, попавшего в зомби вселенную своих собственных ночных кошмаров. Вам нужно выбрать игровой класс, настроить ребенка и выражить себя и своих товарищей. Дальше вам предстоит бесконечная битва с нечистью разной степени упитанности. И если вы сможете прожить достаточно долго, то получите шанс сразиться с главным зомби боссом, дворником. Авторы игры, несмотря на нее нынешний альфа статус, обещают игроку глубокий, сложный и хорошо оплачиваемый геймплей. В игре огромная и красивая арена действия. Она очень атмосферная и пугающая, потому что это школа. С аудиториями, учебными классами, детскими уголками и стульчиками. Такая яркая обстановка довольно интересна. Например, в кабинете по занятию музыкой можно разжиться акустической гитарой и кружить ей головы зомби. В то же время, подручное оружие хорошо сбалансировано. Мощного оружия мало, а легкого, игрушки, стулья достаточно, чтобы не подпустить врага вплотную. Сражаться придется с большим количеством зомби-противников, среди которых есть как обычные особи, так и несколько видов зомби-боссов. Обычных, элитных и очень сильных. Некоторые зомби могут эволюционировать, превращаясь из маленьких в больших и очень опасных, и за ними надо охотиться в первую очередь. Эффективно бороться с зомби можно удачным подбором мирового класса. И пока лишь два вилла. Класс хулиган легко переносит тычки и удары. На нем все заживает, как на собаке. У хулигана есть бомба и прочное оружие, а также собственный алгоритм получения очков опыта. Класс маленький и воришка имеет ловкие руки и может раздобыть уникальное оружие, а заодно отжать оружие у самих зомби. В зомби-плейграунд предлагают несколько режимов игры. Планируется кампания на прохождение, разгадки квестов. Также есть миссии с заданиями. К примеру, в одной задаче необходимо пробраться в кабинет школьной медсестры и забрать лекарство. Со временем режимы игры будут дополняться и обновляться. И конечно же, проходить игру можно в кооперативе с тремя лучшими друзьями. Это был обзор игры зомби-плейграунд. Кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Всем па-па!